Трамп вновь злится на СМИ. В России назвали точные цены на газ для Европы. И почему же в Москве не задержали подозреваемых в убийстве брата лидера Северной Кореи? Узнаете в сегодняшнем выпуске. Трамп вновь назвал прессу врагами народа. Президент США Дональд Трамп в своем последнем интервью опять назвал представителей прессы, оппозиционной партии и врагами народа. Существуют огромные фейковые СМИ. Огромные фейковые репортажи. Проблема в том, что люди, не участвующие в репортаже, об этом не знают, заявил глава Белого дома. Также Трамп в очередной раз раскритиковал популярную американскую газету New York Times. Это намеренно. Если вы читаете New York Times, их намерения настолько злобны, настолько плохи. Репортажи во многом неверны, подчеркнул американский лидер. Трамп обвинил газету в том, что та, в свою очередь, распространяла информацию и обвинения в его адрес после скандалов о домогательствах, при этом искажая слова женщин. Еще ранее Трамп писал в своем твиттере, что многие ведущие американские СМИ являются врагами народа, а негативные опросы относительно его политики абсолютно фейковые. Газпром назвал новые цены на газ для Европы. Заместитель председателя правления Газпрома Александр Медведев заявил, что экспортная цена на газ для стран Евросоюза в этом году может составить 180-190 долларов за тысячу кубометров. Он отметил, что в прошлом году средняя цена экспорта газа Газпрома в ЕС составляла 167 долларов за тысячу кубометров. При этом за 2016 год Газпрому удалось увеличить поставки газа в дальние зарубежья на 12,5%, и это стало историческим максимумом. Также Медведев сообщил, что Газпром не видит никаких причин для отказа ЕС от строительства газопровода «Северный поток-2», кроме как политических. Мы уверены, поскольку проект полностью повторяет технологическую схему проекта «Северный поток» со всеми стандартами, которые применялись. Я не вижу повода или причины, почему в разрешениях может быть отказано, за исключением, если вдруг решения начнут приниматься по политическим соображениям, сказал Медведев после вопроса о выдаче разрешения для проекта властями ЕС. Москва отказала Южной Кореи в просьбе задержать подозреваемых в убийстве брата лидера КНДР Ким Чен Ина. Подозреваемых было четверо, однако Москва не приняла никаких действий из-за отсутствия достаточных оснований. По предварительным данным, они покинули Малайзию и направились в Северную Корею через Джакарту, Дубай, Москву и Владивосток. В настоящее время предполагаемые преступники находятся в Пхеньяне. Но поскольку расследование убийства Ким Чен Намы находилось на тот момент на начальной стадии, а у подозреваемых было гражданство КНДР, Российская Федерация не имела оснований выполнить просьбу Сеула. Напомним, что Ким Чен Нам был убит 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура, откуда он собирался вылететь в Макао к своей семье. А мы продолжаем держать вас в курсе всех событий. Свежий выпуск. Ожидайте завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова